В Лошадском парке стартовал марафон здоровья по скандинавской ходьбе. Инициатива поступила от Министерства труда и социальной защиты населения. Кружки по скандинавской ходьбе для пожилых людей организованы в каждом районе города. Самое правильное в скандинавской ходьбе это поставить технику скандинавской ходьбы, поэтому пожилые люди могут обращаться в территориальные центры по месту жительства, где специалисты им помогут правильно подобрать необходимое оборудование, скандинавские палки, поставить правильную технику скандинавской ходьбы. Сегодня мы видим по паркам и скверам столицы о том, что достаточно много пожилых людей, и не только пожилых людей, как раз-таки выбирают такое времяпрепровождение. Более 140 пожилых людей преодолели дистанцию в 1 километр 100 метров. Самому пожилому участнику среди мужчин 93 года, среди женщин 79 лет. Вот как вышла на пенсию, начала ходить, приобрела себе палки, вот и занимаюсь этими дома, поэтому я с большим удовольствием принимаю участие в этом марафоне. Второй год вот сегодня уже. 66 лет это совсем не тот возраст, который должен закрыть человека в четырех стенах и не давать ему жить жизнерадостной, качественной, продуктивной, полезной жизнью. Хорошая погода, настроение хорошее, я получил отличный заряд бодрости. Скандинавская ходьба признана самым безопасным видом спорта в 20 веке. Никаких ограничений по здоровью и возрасту нет. Основной правильный выбор инструмента. Палки подбирают по росту и комплекции и типу местности. Левая нога, правая рука. Вот таким образом левая нога. И идешь, обычно идешь, значит так, слегка наклонившись вперед. Темп, значит, не надо высокий делать. Если у нас обычный шаг, значит, мы ходим 5 километров в час, то здесь мы ходим 6 километров в час, то есть немножко быстрее. Так, давайте я попробую тоже. Так, вот я надеваю вот так вот, да? Левая нога, на палку. А, на палку. Так. У меня тут усложнение задачи, я с микрофоном еще в руках. Так, давайте попробуем еще немножко. Левая нога, правая рука. Или наоборот. То есть именно, и нужно на палке именно опираться, да? Марафон проходит по всей стране в преддверии Дня пожилых людей. Среди участников около 5000 человек. Полина Макей, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости.